Доброе утро! Конец рабочей недели, конец учебной недели, а для кого-то все-таки предпоследний рабочий день. Но я надеюсь, что суббот обычно прилетает очень быстро и не приносит особый хлопот. В общем, как бы там ни было, завтра уже нас ожидают выходные, а пока мы встречаем утро пятницы. И это утро начнется с рубрики «Разминка». Несколько упражнений из йоги помогут вам проснуться. Все внимание на телеэкраны. Доброе утро, дорогие друзья! С вами я, Маргарита Булдакова, инструктор по йоге. Сегодня мы поговорим о дыхании. Дыхание – это очень важная часть нашей жизни. Без дыхания мы не можем. Мы дышим 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и 60 секунд в минуту. Мы всегда дышим. И важно научиться правильно дышать. Как правильно дышать? Есть йоговское полное дыхание, которое помогает максимально раскрыть нашу грудную клетку, проработать наши внутренние органы. Но сейчас, наверное, именно это занятие, именно это дыхание будет посвящено больше женщинам. Почему? Потому что женщины дышат в основном верхней частью легких. А средняя часть легких и нижняя часть легких не проработаны. Поэтому брюшное дыхание – это одно из видов дыхания в йоге, которое помогает раскрыть легкие, помогает проработать мышцы грудной клетки, также прорабатывает мышцы живота и массирует внутренние органы. Что происходит? У нас есть диафрагма, которая разделяет брюшную полость и грудную полость. Вот диафрагма приблизительно так у нас находится в теле. И когда мы делаем глубокий вдох животом, диафрагма опускается и массирует, что у нее снизу. Это печень, это желудок, это поджелудочная, это селезенка. А когда мы делаем выдох, у нас диафрагма обратно возвращается в исходное положение. И когда мы дышим с животиком, еще так же у нас прорабатывается нижняя часть легких. У нас хорошо раскрываются легкие, которые обычно в жизни, в основном у женщин, они плохо проработаны. Выполнение практики очень простое. Чем замечательная йога, что очень простые практики, асаны, какие-то действия дают очень хороший результат. Как мы его выполняем? Если вы трудно понимаете, как дышать, тогда хорошо положить ладошку на животик. И простое медленное глубокое дыхание. Со вдохом у нас животик надувается, ладошка идет вперед, а с выдохом животик сдувается, и пупочек у нас отправляется поближе к нашему позвоночнику. А вдох, животик надувается, он как будто большой становится, как будто у нас внутри мячик надувается, шарик. А на выдохе этот шарик сдувается, и животик у нас уходит вовнутрь. И вот таких 10-20 дыханий полностью у вас приведет в эмоциональный баланс. То есть вы мало того проработаете внутренние органы свои, сделаете легкий массаж внутренним органом, и в то же время вы хорошо-хорошо успокоите себя. Такое дыхание очень полезно, особенно когда вы какое-то перенесли, ну, перенапряжение, всплеск негативных эмоций. Вот это дыхание может полностью вас успокоить. А вот, благодарю, что вы были со мной. Я желаю всем здоровья, полного дыхания, и до скорых встреч! Сегодня 29 января. Почти конец первого месяца этого года. Что же интересного происходило когда-либо 29 числа января месяца? Об этом расскажет рубрика «Этот день». Смотрим внимательно и удивляемся, сколько разнообразных событий было 29 января. Голландский мореплаватель События Лембер и Вильям Схаутен в ходе своего кругосветного путешествия открыли мыс Горн, крайнюю южную точку у архипелага Огненная земля в Южной Америке. Своё название мыс получил в честь Хорна, родного города Вильяма Схаутена. В такой же день в 1856 году королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны – крест Виктории. Изготавливается награда из бронзы неизменно на ювелирной фирме «Хан Кокс». Право получить крест Виктории есть у любого солдата или офицера, служащего в британской армии. С одной только оговоркой – подвиг должен быть завершён под огнём противника. 29 января 1896 года американский физик Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака. В такой же день в 1908 году учреждён первый российский аэроклуб. В 1908 году, 29 января, Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. А в 1943 году, в такой же день в Германии, был издан указ об аресте и отправке всех сыган в концлагеря. 56 лет назад, 29 января, была создана первая искусственная почка. Дни рождения 29 января 1860 года родился Антон Павлович Чехов, русский писатель и драматург. 80 лет назад родился Сабит Уразбаев, актёр Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Уйзова. Он награждён орденами Трудового Красного Знамени, Пороса, Тултан, почётной грамотой Верховного Совета КССР, лауреат государственной премии. 60 лет исполнилось сегодня Сергею Боровскому, главному тренеру футбольной молодёжной сборной Республики Казахстан. Сегодня день рождения отмечает Дмитрий Маликов, советский, российский композитор, певец, продюсер и народный артист России. Праздники 29 января день работников пожарной охраны Украины, день работников прокуратуры Молдовы. День мучеников сегодня в Непале. Он посвящён памяти людей, которые пострадали и были убиты, сделая вклад в благополучие страны. Ножи на кухне Ножи на кухне – это основной предмет, при помощи которого мы готовим вкусные блюда. Однако, каждая хозяйка любит, когда ножи идеально заточены. Правда, не каждый хозяин уделяет ножам должное внимание. Но ведь вопрос в том, насколько заточки хватает. А это имеет прямое отношение к качеству стали. Как выбрать качественные ножи? Об этом мы поговорим через несколько мгновений. Покупая набор ножей, подержите каждый из них в руке. Если вы собираетесь использовать эту кухонную принадлежность, тогда ей следует удобно и хорошо располагаться в руке. Посмотрите на любые признаки соединения или сварки, особенно в области рукоятки ножа. Это самое слабое место ножа. Следует запомнить, что слабые ножи, скорее всего, погнутся или сломаются именно в этой точке соединения. Самые лучшие ножи изготавливаются из цельного куска стали ручной ковки. Почувствуйте вес ножа. Легкий нож для нарезки хорош из-за скорости и точности, в то время как тяжелый нож требует гораздо больше усилий в использовании, особенно для измельчения большого количества легких ингредиентов. Посмотрите на рукоять ножа. Она должна быть твердой, легко отмываться и должна быть хорошо прикреплена. Если вы видите любой зазор, это не только увеличит слабость ножа, но также может стать ловушкой для небольших порций еды и местом развития бактерий. Рассмотрите, из какого материала сделана ручка. Неплотная или мягкая древесина или другие низкосортные материалы не рекомендуется в качестве ручки для ножей. Рассмотрите сам клинок и узнайте, из чего он сделан. Пожалуй, наилучшим материалом для лезвия ножа является керамика, так как ее можно заточить до уровня скальпеля. Она долго не теряет свою остроту и не ржавеет. Ключевым недостатком этого типа ножей является чрезвычайно хрупкость и легкая ломкость. К тому же хорошие ножи зачастую слишком дорогие. Есть множество магазинов с гордым названием «Подарки», и мы туда приходим в надежде найти что-нибудь для родных и близких, когда идей совсем не остается. Однако такие магазины наполнены лишь сувенирной продукцией. И тут же задаешься вопросом, а зачем эти самые сувениры нужны? Ведь никакой практической цели в них нет, только лишь хороший приятный вид. Но мы решили вам все-таки рассказать, для чего же нужны сувениры. Если вы желаете достойно украсить интерьер своей квартиры, вам пригодятся сувениры. Небольшие фигурки людей и животных, а также всевозможные экзотические предметы прекрасно украсят любое помещение и одним своим видом помогут создать хорошее настроение. Если же вы любите путешествовать по разным странам, тогда приобретение сувениров будет целесообразным вдвойне. Ведь вы не только внесете изюминки в обстановку помещений, но и сможете создать лишний повод для воспоминания о своих туристических поездках. Кстати говоря, слово «сувенир» именно так и переводится с французского, как «воспоминание». Можно предпочесть изящные лаковые шкатулки, шелковые женские шарфики, сумки из крокодиловой кожи или кошельки, а также многое другое. Если же вы имеете соответствующую друг другу цель и средства, можно купить и драгоценности. Закупая сувениры оптом, различные фирмы-посредники ввозят их в разные страны также, хотя понятно, что это удовольствие не из дешевых. Напоследок стоит упомянуть еще об одном преимуществе приобретения сувениров. Кроме того, что они обладают художественно-декоративной ценностью, можно рассчитывать их на коммуникативную роль. Пригласив гостей, всегда можно найти повод для разговора, обратив их внимание на необычные вещи, украшающие помещение. Следующие несколько минут будут посвящены нашим дорогим мужчинам, и мы им предоставим небольшой ликбез по выбору пиджака. Кстати, определенное количество пуговиц на пиджаке может нам рассказать нечто интересное. Об этом уже в следующем сюжете. Итак, как же нам выбрать пиджак и какое количество пуговиц должно быть? Одна. Это не повседневный вариант. Это версия смокинга для видных людей. В шоу-бизнесе, например, пуговицы застегнуты всегда. Две пуговицы – это консервативный вариант для деловых людей. Застегивается только верхняя пуговица. Три. Подойдет для неформальной деловой вечеринки. Верхняя пуговица скрыта за лацканом, поэтому модель часто напоминает предыдущую. Может застегиваться либо на среднюю, либо на верхнюю и среднюю пуговицы. Такой пиджак никогда не выходит из моды. Четыре пуговицы – это неформальный спортивный пиджак. Опять же, нижняя пуговица не застегивается. Как вы уже успели заметить, нижняя пуговица никогда не застегивается, кроме случая, когда она является и верхней, то есть единственной. Кстати, эта традиция пошла еще и из старой Англии, когда на важных собраниях каждый приглашенный показывал таким способом, что он не вооружен. По другой же версии, это наоборот для того, чтобы быстрее доставать пистолет из кубуры. Изменить интерьер помогут новые шторы. Правда, правильно подобрать занавески в зал или в спальню может не каждый из нас. Поэтому такую широкую популярность приобрели услуги специального дизайнера, которые вполне возможно еще и предоставят вам услугу по пошиву определенного дизайна штор. Но если вы все-таки решили сами улучшить дизайн своей комнаты, то следующий сюжет вам пригодится, потому что мы расскажем о главных правилах подбора занавесок. Итак, главные правила подбора занавесок. Во-первых, следует учитывать характер помещения и стороны света. Если окна кухни выходят на спокойную северную сторону, то лучше подойдет легкая прозрачность светлых оттенков занавеска, чтобы не затемнять и так достаточно пасмурную комнату. Лучше остановиться на органзе или в вале, подбирая оттенок под общую цветовую гамму комнаты. А если же помещение расположено на первом этаже и выходит на шумную оживленную улицу или на солнечный юб, то лучше подобрать тяжелые паркеры из плотных тканей. Они не только защитят от посторонних взглядов, но и от яркого солнечного света. В этом же случае можно использовать разные жалюзи или римские шторы. Просматривая каталог занавесок, легко растеряться в разнообразии и красоте представленных моделей. Стоит помнить, что хорошие занавески изготовлены из качественных тканей натурального происхождения и хорошо пропускают воздух, а также придают помещению завершенный жилой облик и вид. Можно комбинировать разные виды штор в доме по своему вкусу, но не стоит допускать в одной комнате смешения разных моделей. Знаете, буквально недавно я поняла, что современные гаджеты здорово нас расслабили. Мы уже совсем не заморачиваемся на том, чтобы запоминать телефоны близких нам людей. Их очень просто теперь искать в записной книжке. Но бывает, когда этой самой записной книжки под рукой нет, а набрать номер близкого знакомого очень нужно. Как быстро и легко запоминать номера телефонов, вы узнаете из следующего сюжета. Поверьте, это очень нужный навык. Как запомнить номер телефона? Существует несколько методов. Первый – метод ассоциации. Прежде всего, индивидуален для каждого. Надо с каждым числом провести какое-то сравнительное сходство из жизни. Например, 102-60-51. Ищем ассоциацию 102. Хорошо, если бы мой дедушка столько лет прожил. 60 в этом возрасте он пошел на пенсию, 51 – номер вашей квартиры. Теперь главное запомнить, согласитесь, легко. Второй метод – расположение клавиш. Иногда набирая номер по клавишам телефона, легко запомнить их расположение. Пробуем 125-47-312. Сначала получаем квадрат в углу, затем цифры по разным углам и двойка между ними. Пальцы запоминают образ, созданный вами при помощи зрительной памяти, и набирают номер по инерции. Это далеко не все способы работы с цифровой информацией, но даже этих методов вам будет достаточно, чтобы быстро воспроизвести в памяти нужный номер. Если вы знаете другие методы, то поделитесь с нами. Мы будем рады, если вы напишите нам, какие интересные фразы вы составили, запоминая номера. Удачи вам в запоминании! Рубрика «Полезные советы» сегодня сделала очень хорошую подборку. Мы узнаем о всех полезных свойствах хозяйственного мыла, как его можно применить в быту и, самое главное, какими интересными способами можно применить хозяйственное мыло, чтобы оно пригодилось в совершенно разных областях. Итак, дорогие телезрители, все внимание на телеэкраны. Щелочной баланс PH11-12 придает мылу отличную моющую способность. Оно удаляет сильные и стойкие загрязнения, которые не под силу другим средствам. А высокое содержание жирных кислот, 72%, создает обильную пену, благодаря чему можно успешно стирать как в горячей, так и в холодной воде. Также оно положительно влияет на свойства некоторых видов тканей, делая их структуру более объемной. Например, постиранная шерсть становится более мягкой и пушистой. В силу своей натуральности это мыло имеет важное гипоаллергенное свойство. Детские вещи, пеленки новорожденных, рекомендуют стирать именно им. Тогда у малыша не будет никакой аллергии и раздражения. Очень удобно застирывать и мелкие вещи, ради которых жалко загружать стиральную машинку. Доказано, что современные средства для мытья посуды не до конца смываются даже при длительном споласкивании и оставляют вредный паф на ней, что постепенно наносит организму немалый вред. Мытье посуды хозяйственным мылом – оптимальное решение на пользу своему здоровью. Если вы жалуетесь на отсутствие аппетита или наоборот на то, что готовы все абсолютно смести из холодильника, то обратите внимание на цвет вашей посуды. Между цветом вашей тарелки и вашим аппетитом существует связь. И о ней мы расскажем в следующем сюжете. Цветовая палитра посуды, которой мы с вами пользуемся каждый день, влияет на то, сколько мы кушаем и как себя чувствуем, и что происходит в нашей личной жизни. Правда, помимо общего характерного влияния цвета на человеческое сознание, необходимо принимать во внимание и индивидуальные особенности восприятия. Всем известный факт относительно красного цвета. Он возбуждает, тогда как, к примеру, голубой и синий цвета успокаивают. Диетологи и психологи берутся утверждать, что эта особенность распространяется и на сферу питания. И с помощью грамотно подобранных цветов посуды даже можно успешно манипулировать показателями своего аппетита, веса и самочувствия. Так ли это или нет, научных доказательств этому пока нет. Но что мешает нам попробовать? А вдруг достаточно изменить цвет столовой посуды? Как мы станем стройнее? Украшения из жемчуга отличаются элегантностью и особой красотой. Я думаю, что бусы из жемчуга мало у кого не вызывают восторга. Поговорим о жемчуге в следующем сюжете более подробно. И вы узнаете о нем много интересного. Жемчуг, конечно, не является камнем, но он настолько давно любим как ювелирами, так и магами и целителями, что попросту не может быть обойден вниманием. Толк в жемчуге знали правители Древнего мира и Египта. На Руси жемчуг популярен издавна. Китайцы, ценившие жемчуг чрезвычайно высоко, считали, что он падает с неба, когда драконы сражаются с облаками. Впрочем, это не мешало многочисленным семьям заниматься искусственным выращиванием жемчуга. Несмотря на то, что жемчуг обладает как целебными, так и магическими свойствами, он привлекает любовь и деньги, дает защиту и удачу. Но это лишь способности жемчуга, лежащей на поверхности. Есть у него и не столь очевидные свойства. Символизируя совершенство, рожденное страданием, жемчуг дает своему владельцу силу, необходимую для того, чтобы преодолеть испытания и стать мудрее. Он помогает осознать, что в жизни все приходящее, пережить тяжелые времена и избежать головокружения от успехов. А следующие несколько минут мы посвятим вопросам характера. Причем вопросам детского характера. Почему у родных братьев и сестер такой разный характер? От одних и тех же родителей. В одной и той же среде вырастают совсем разные люди. Причем не только особенности характера у них могут быть разными, но даже тип, например, один интроверт, а другой убежденный экстраверт. Как же так случается, мы решили рассказать через несколько мгновений. В научной литературе подобные различия между детьми в одной семье чаще всего поясняют, опираясь на взаимодействие биологических и психо-социальных факторов. С одной стороны, братья и сестры от одних родителей похожи биологически, растут в одинаковой обстановке, поэтому кажется странным, что они могут быть настолько разными по характеру и поведению. Но с другой стороны, несмотря на схожесть, каждый ребенок и атмосфера, в которой он растет в семье, весьма индивидуальны. Например, дети рождаются в разное время и в различные периоды жизни родителей. Одни появляются на свет нежданно, другие – злопланированно. Одни могут появиться на свет в стрессовый для родителей период жизни, другие – в спокойное время. Кроме того, в самой семье можно заметить различные отношения детей с родителями. Одни из них больше тянутся к отцу, другие – к матери. С возрастом, начиная посещать детский сад и школу, опыт детей начинает различаться в еще большей степени. Так что, несмотря на сходство, жизнь каждого ребенка, наверное, с самого момента рождения, а может еще и раньше, достаточно индивидуальна. При наличии разного опыта у детей формируются различные убеждения, поведение. Каждый ребенок по-своему начинает осознавать, интерпретировать происходящие в его жизни события. Все знают о полезных свойствах чеснока. Правда, у чеснока есть один большой минус – это его запах. Но если вы никуда не собираетесь идти, то очень приятно, например, натереть горбушку хлеба чесноком. Это определенное удовольствие все-таки. Но через несколько мгновений мы поговорим о пользе чеснока именно для женщин. Итак, милые дамы, специально для вас. Для женщин чеснок полезен тем, что предотвращает развитие рака матки и груди. Многие врачи советуют употреблять его во время беременности. В чесноке содержатся фолиевые кислоты, которые положительно сказываются на развитии плода. Также он убивает вредные микробы и бактерии, которые могут неблагоприятно сказываться на беременности. Главное – употреблять чеснок в этом случае в умеренных количествах. Кроме сохранения внутреннего здоровья женщин, волнует и внешняя красота. А свежий чеснок поможет легко и быстро укрепить корни ваших волос. Также предотвратить частые выпадения и сделает их гораздо гуще. Используй чеснок для борьбы с так называемыми аллопециями. При регулярном втирании сока чеснока в вашу кожу головы становится лучше кровообращение. Уменьшится риск частого упадения волос, укрепляются фолликулы. Вот мы уже практически проснулись, зарядились хорошим настроением. Им осталось только сделать небольшой план на день. И определиться с ним поможет гороскоп. Что же нам посоветуют звезды, вы узнаете через несколько секунд. Смотрим внимательно и не пропускаем свой знак зодиака. Гороскоп. Сегодня, 29 января, звезды вам сулят удачное время для того, чтобы отыскать свой путь или хотя бы направление дальнейшего движения по жизни. Не обращайте внимания на окружающих, сконцентрируйтесь на своих задумках. И звезды повернутся к вам лицом. Овен. Снова в ваших руках прекрасные возможности, связанные с увеличением доходов. Если не упустите шанс, то сумейте серьезно упрочить свое положение. Для преодоления всевозможных препятствий в общественно-политической жизни вам понадобится воля и мужество. Телец. Звезды благопрепятствуют тем, кто делает еще одну попытку схватить себя за волосы и выволочь наверх, добиться поставленной цели. Можно переориентироваться на более реальные и выполнимые задачи. Вы не должны корить себя за то, что вам не повезло в карьерных делах. Главное, что вы попытались сделать большой рыбок, подняться на новую ступеньку социальной лестницы. Близнецы. Этот день стимулирует осознанное стремление обеспечить максимальные удобства для себя и других. Во избежание негативных последствий обуздывайте склонность повсюду устраивать беспорядок из-за своей нерешительности или неорганизованности. Вы должны в любой момент найти или создать самую подходящую нишу для каждого из окружающих. Настал момент вкладывать в дело жизни всю душу и средства. Рак. У женщин есть большая вероятность воспалительных заболеваний половой сферы. Отдельные предупреждения для женщин раков. Ваше здоровье нуждается в особом внимании. Желательно провести обследование и общеукрепляющие методы. Избегайте любых перегрузок. Лев. Вам удастся добиться больших успехов в работе. Профессионализм и интеллектуальный потенциал сделают вас достаточно известными, пусть даже в узком кругу. Вероятен доход в виде поощрения за научные разработки. Чтобы ощутить гармонию окружающего мира и почувствовать себя счастливым, надо прилагать значительные усилия и поддерживать в себе эти ощущения. Дело. Неосторожность и рассеянность – главные причины ваших промахов. Постарайтесь обрести чувство равновесия. Соберитесь, успокойтесь, не занимайтесь сразу несколькими делами, а сделайте все, чтобы решить одну конкретную проблему. Весы. Сегодня слово может иметь силу приказа. Вероятно, сбудется случайно брошенное слово или пожелание. Надо тщательно обдумывать свою речь. Опасно в этот день врать и ругаться, особенно проклинать. Скорпион. Для многих скорпионов сегодня самыми главными станут проблемы образования, контакты с преподавателями или представителями учебных заведений. Отличный момент для начала изучения иностранного языка. Стрелец. Стрелцам придется интенсивно и эффективно трудиться ради будущего успеха и позитивной перспективы. Если вы будете трудиться рука об руку с партнерами, то ваши финансы станут планомерно прирастать. Козерог. Положение звезд придает утонченность уму, сильную интуицию, экстравагантность и хорошую память. Козероги продемонстрируют качество хороших организаторов, психологов и социологов. Проявите свое природное чутье на нужных людей. Общайтесь с теми, кто вам полезен. Водолей. В бизнесе и учебе Водолей будут настроены продолжать начатое дело, которое может продвинуть представителей этого знака по социальной лестнице вверх и принесет прибыль. Внимательнее отнеситесь к самоизучению, читайте больше книг, развивайтесь в интеллектуальном и духовном плане. Выбирая свою дорогу, не ищите легких путей. Рыбы. В конце дня сегодня многих переполняют творческие планы, что и помогает, и мешает учебе. Не бегите впереди паровоза, лучше сидите в вагоне и осматривайте окрестности. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, на календаре сегодня 29 января, пятница. Конец рабочей недели это не может не радовать. И пусть это самое пятничное настроение сохранится у вас до конца рабочего дня. Ну а завтра вы уже встретите полноценный выходной день. В завершении нашей программы вас ожидает прогноз погоды, который сориентирует, что же надеть в этот последний рабочий день на этой неделе. Всем отличной пятницы, хорошего рабочего дня, до скорых встреч. Погода на пятницу 29 января. Утром ожидается небольшой снег, пасмурная температура воздуха составит минус 16 градусов. Днем ожидается также небольшой снег, столбики термометров опустятся до отметки минус 10. Вечером пасмурный снег, температура воздуха составит 6 градусов мороза. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!